Международный аэропорт Шереметьево провел четвертый ежегодный фестиваль путешествий. Презентация туристических направлений, дегустация национальных блюд со всего мира и позитивные эмоции. Все это ждало гостей и пассажиров в воздушной гавани. Окунуться в атмосферу долгожданного отпуска смогла и Юлия Топильская. Китайское боевое искусство Мы очень удачно прилетели, очень много интересного, дегустаций. Попробовали практически все. Набрали литературы на почитать. В самолете будет что почитать. Выбрали в Италию поездку с картами всех городов и всех достопримечательностей. Очень прикольно, девушки проконсультировали. Франция, Италия, Эмират и Греция. Ощутить дух этих стран смог любой желающий. Сегодня мы представляем чешское пиво Будвайзер Будвар. Это самое экспортируемое пиво из Чехии. Оно экспортируется в 60 различных стран на 5 разных континентов. То есть благодаря своему высочайшему качеству, своей чистой воде, благодаря своим многовековым традициям получаете исключительное качество этого пива. Угощали французскими пирожками, дарили памятные сувениры, смешили и развлекали. В общем, устроили маленький отпуск. Сегодня Израиль отмечает Новый год. Роша Жана. Он совпал с фестивалем путешествий. Вот такие вот косы могут заплести любому желающему. Частичку романтики подарила певица Доминика. Каба-каба, дожди меня, песни-то часто и наивно. Селемейцы проводят ежегодно фестиваль путешествий. Это яркий, насыщенный праздник для пассажиров, на котором презентуются наиболее популярные туристические направления. А также наши партнеры, авиакомпании, кафе, рестораны рассказывают о своих услугах, проводят специальный конкурс, викторины, акции, скидки для пассажиров, дегустации различных блюд, танцы народов мира, различные культуры. То есть все, что путешественник хотел узнать о туризме, но боялся спросить. В рамках фестиваля прошло награждение победителей конкурса с символичным названием «Он улетел, но обещал вернуться». Нужно было прислать фотографию аэробуса, которую недавно демонстрировали в Шереметьево. Хорошее настроение, позитивные эмоции. Часть этого улетит вместе с пассажирами, а часть останется здесь. Даже если они не станут поводом для путешествия, то обязательно согреют душу будущей зимой. Юлия Топильская, Валерий Алексеев, Служба новостей.